МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле и обновленная автостанция у Петрикове. Регион принимает подарки до свята. Героям-землякам от удячных городжан в Гомеле открыли помник братам Лизюковым. Разом мы можем все. Важная частка святочной программы – инклюзивный пробег. А зараза б гэтым иншим больше подробязнам. У имя незалежности в Беларуси зауседы будут шановать великий подвиг старейших поколений. Про это говорится у веншаванне президента Беларуси Александра Лукашенки с у айчинником у гонор 75-го года вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников и Дня незалежности. Керавник державы отзначил, что национальное свято, объедновывая беларусов, уимкнение до миру с годы и захование героичного летопису Краины. Великая айчинная война увайшла у кожную семью болям страт, принесла горы и нечеловечая покуты миллионам беларусов, али обудзила у розумах и сердцах кожного подшицу национальной едности, грамадзянского обовязку и готовности оборонять родиму до пошняга дыханья, говорится у веншаванне. Перамога над нацизмом стала актом высшейшей справедливости и символом непохисности беларускага народа. У имя своей незалежности, исторической правды и миру на земле мы заусюды будем шановать великий подвиг старейших поколениях и мкнуться быть годными их памяти. На прикладе життя соправдных героев выховывать своих детей и разом с ними створать будущую Беларуси – суверенной, мощной, квятнейшей краины, подкреслив Александр Лукашенко. У Гомелі свято почалося с великого шестя по Советской. По головной улице города пройшло больше, как 20 тысяч человек. Те, кто воевал, хто оборонял тыл, хто стратил у боях своих батьков и дядов. И те, кому наканавано заховывать мир в нашей стране сегодня и в будущем. Со святошных мероприемствов сюжет Марины Джалой. До початка урочистого шестя – полгодины. Одни выстроиваются у колонны, уздымают растяжки, завершаются опошние приготовления перед стартом. Инши – с радостью и хваляванием, тиснуть один одному руки, по-себроски обдымаются. Это ветераны. За взрослые они не так часто сустракаются. По основным вось на таких святах. А я шею на дворе сегодня зарабила соправдный подарунок, изменивши безлитесную спякоту на пешотную теплыню. В каждом городе сегодня Белоруссии, и в каждом районе, и в каждом усиленном пункте делается что-то, чтобы почтить ветеранов, участников войны, которые не счастливы своей жизнью, и многие погибли. Дали нам возможность вот так собираться, веселиться, радоваться солнцу, погоде своим детям, внукам и всем людям. Бадай, минавито это и есть самое каштовное. Кали можно жить и отрымливать осолоду от самых простых и одночасово важных речев. Об бесценности миру и радости свободного життя не стомляются нагадывать ветераны. Их боль от вспоминок об военных жахах стихая, але не зникая. День освобождения. Я бы хотел поздравить всех белорусов с этим днем, Днем Победы над врагами нашей Родины. И пожелать здоровья, счастья, удачи и всего самого лучшего. Сегодня особливый день и для тех, кто после войны подымал город с руин. Отбудовывал, не шкодывая ни часу, ни здоровья. Гомель, не узнать. В свое время, где-то в конце 40-х лет, мы комсомольцы, работаем на сельмашей, работаем. Ну как, еще пацан был, но уже работали. Отработаем смену. После работы нас везут на развалины где. Делали расчистку, уборку города. И сейчас, как говорится, друг нашего БРСМ, они меня приглашают на конференцию, на совещание. Я горжусь, что у нас есть смена. То же самое БРСМ. Так супала, что литерально про схвилину наша сдымочная бригада сустрела первого секретара Гомельского областного комитета БРСМ Игоря Заваляя разом с сыном Максимом. Батька не просто привел хлопчика на свято, а расслумачив, с какой нагодой сегодня тут собралось столько тысяч человек. Что такое День независимости? Почему он празднуется? И вот даже вот этим разговором сегодняшним он сегодня очень много узнал того, чего, например, в следующем году уже спросит, папа, мы пойдем на парад? Напевно, именно так и треба. Тлумачить детям усе основные вехи истории у семьях. Не сподеваться только на школьные уроки истории. Такие гутерки с самыми близкими людьми, батьками, обовязково застанутся у памяти детей назовжды. Дедушка мой тоже был прадедушка на войне, то есть поддержать, ну, как бы интересно. И вообще узнавать что-то о старом, ну, все, что происходило раньше. Всем дедушкам спасибо за победу, всех с праздником, ура! Хвилина у хвилину начинается шесте. 20 тысяч человек под гуке оркестра рухаются по улице Советской. Ветераны, молодь, представники улады и прационных коллективов. Такие масштабные мероприемства зауседы завороживают. Угытым отшивается соправдная сила яднания. Далее колонна проходит на площу працы. Тут традиционный урочистый митинг и церемония ускладания кветок и вянков до братской могилы советских воинов и подпольщиков. Але с початку невеликий экскурс у далекое военное минулое. Под час Великой Айчиной войны больше 200 белорусских городов было разбурено. Знижено свыше 9 тысяч вёсок. Прыкладно миллион 300 тысяч белорусов воевали на фронте. Каля 300 тысяч потом узнагородили орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза были удостойны 400 человек. З их 120 – жахары Гомельщины. Самое главное, чтобы, конечно, никогда не было войны. И пусть молодёжь, которая сейчас учится в школах, в институтах или университетах, пусть она добивается своего, пусть принимают все знания, которые только им дают преподаватели, чтобы их использовать в дальнейшей жизни на благо нашей замечательной Родины Белоруссии. Далее основные святочные мероприемства протягнулись на площади Ленина. 3 липня 1944 года подчас операции «Багратион» был вызволенный Минск. Сама операция началась 23 червня. А уже 27-го, когда окружение замкнулось вокруг Бабруйска, 29-го вокруг Могилёва так само были окружены части вокруг Минска. Это был уражливый реванш подей 1941 года. Тогда фашисты, которые отрапили у окружения, не отримали належной поддержки. В историю вошла радиограмма, отправленная 49-й армией во властный тыл. Скиньте с самолёта хотя бы карты мясовости, эти уже списали нас. Отказу не было и ни у забави противники сдались. Увы, Нико уже 28 липня «Червонная армия» заняла Брест и завершила вызволение Белоруссии. Службу я начинал в Германии. И про себе скажу так. Мы пол Европы не прошли, в Германии служили. Не мы победу принесли, но мы её продлили. За годом года той войны нас время уносило. И мы держали мощный щит. Была такая сила. Мы были там большим щитом на дальнем зарубежье. И помню я долгий дом. И я горжусь как прежде. И не забудем всех ребят, кто в ГДР стоял. Хвала и честь тебе, солдат, за то, что мир держал. Ещё раз всех с праздником. Складаны перелечить усе мероприемства, которые подрыхтовали организаторы для тех, кто шануя сегодняшние святы. День незалежности и 75-ти годы вызволения Беларуси. Але кожная зих – забавязковым напомином об войне. Продвоенной техники, песни тих шоссов, выстава узброения. Але головная атмосфера, яка у гэты день пановала на кожной святочной пляцовцы. Свято Дня Незалежности – это у васабление героизму, стойкости, мужности и велич и духа нашего народа. Символ единости, добробыту и росквиту беларусской державы. Марина Джалая, Наталья Невяровская, Валерий Гопанько, телерадо и компания «Гомель». На площади перемоги у «Гомеля» и у «Бронзе» жила история гомельской семьи прославленных героев. Памятный знак братам Лизюковым, Евгену, Александру и Пятру разместился на супроте областной библиотеки имя Ленина. У открытия мемориала приняли удел нашатки героев, керавництва в области города и представники делегации с побратима «Гомеля» города Воронежа. Под обязанностей у Натальи Каприленко. Три браты, які героично загинули на фронте. Уникальная семья – одна з дванадцать и на всю великую краину, у якой были одразу два героя Советского Союза. У 1942-м середний брат Александр Лизюков, генерал танкового войска, загинул у бои под Воронежем. Молодший брат Петр у 44-м загинул под Кюнинсбергом, организовываючи подмацавания для суседней стрелковой дивизии. Звання героя Советского Союза юна трымаў пасмяротна. Вядома, што трэцега старэйшага брата Яугена Лизюкова не узялі на фронт пастані здароўя. Не змірыўся, адправіўся ў саму гушшу центральнага беларускага партызанскага руху. Аутар скульптурной компазіціі, вядомы гомельскі скульптар Валеры Контраценка, імкнуўся перадаць празв образы героев реальныя чалавеччай лёсы. Так, гэта памяць асобна ўзятай сямўі, а ліж гэта ясше і символічнае аданіна павагі ўсім героям, яких не дачакаліся з фронту родныя і близкі. Цапер, увасобіўшыся ў реальныя величнай форме, нашы землякі атрымалі апошні загад. Стояць на варце роднага краю. Действительно, очень большой путь прошли достойніші люди, які создавали этот памятник. Я просто счастлив был внести маленьку-маленьку скромну лепту в эту работу, но это действительно труд і варонежців, і гомельчан, і менчан, і москвичей, і смолян. Це огромне общее дело. Со словами падякі і за ушыновання памяти славутай сям'ї люзюковых і веншаваннямі да ўсяго беларускага народа у День незалежності выступило керавніство Воронежской області. Менавіта Камандарм, герой Советського Союза Александр Люзюков празгады об'яднаў беларускую і российскую земли. В 2008 году нашій організацією была разработана программа, акція называлась «Подвиг генерала», і в рамках данной программы було обнаружено захоронення Александра Люзюкова. Два года проходили экспертизы к установлению личності, проводились тесты ДНК. І в 2010 году с отданням всех воінських почестей Александр Люзюков, командовщий 5-й танковій армії, був со всеми почестями захоронен в братській могилі номер 2 город Воронежу. Падяка нашым прославленым землякам і новая славутості города, наскрыжавання проспекта Перамогі і площі Перамогі. Той самай великій Перамогі, і за якую аддалі свої житці Александр, Пётр і Яуген Люзюковы. Наталія Капрыленка, Валерія Гапанько, Телерадоё компанія «Гомель». Разом мы можем усе. Больше як 60 чоловек приняли удел у інклюзивным пробегу по центральній вулиці Гомеля. Про спорт до здорового життя. Такі мэты ставили перед мероприємством організаторы. Обласноє об'єднання інвалідів-спінальнікаў. Забег об'єднав людей з інвалідністю і усіх неравнодушних гараджан. Спорт – не тільки необхідна частка реабілітації, але і самый короткий шлях до того, ка б'ярнутся до актівного життя. Адлегластью дзельнікам необхідна було перадоліць невялікую. От площі Ленина до сквера і мяграмыки. Однак не вынікі стояли на коні. Головне – показати, що люди з інвалідністю з'являються неод'ємною часткою громадства і живуть полновартосним життям. «Конечно, треба формувати в обществі положительний імідж о людях з інвалідністю – це головне. Потім налажувати партнерські відношення як между людьми, так і между общественними організаціями, государственними структурами. Це целий пласт проблем, робот, які треба совмесно вести. Тому такі мероприятия, вони стимулирують цей процес». На фінішу пробігу у сквер і мяграмыки розмістівся інклюзівний міст. Тут державні, громадські і некоммерційні організації і товарыствы продемонстрували, як ведеться робота по реабілітації і соціалізації людей з інвалідністю, далученні їх до актівного громадського життя. Особна частка експозиції – вынікі творчої дійності людей з інвалідністю. Святочні мероприємствы протягуються. Увечері жахароу Білорусі об'єднає республіканська акція «Праспіваєм гімн разом». У гомілі гімн загучыцю 22 години. Далучыцца до шматліках ахору могуть усі гомельчані і гості горада на святочних пляцовках. Подапошні і аккорды неба над горадам расквецять яркі агні салюту і фейерверкау. Аллея славы воїнів-інтернаціоналістів, два стадионі і веслярная база. У житкавічах День незалежності адзначалі відкриттям нових аб'єктаў. На свяці у районным центры пабывалі наші корреспонденті. Афіційне адзілення павіславані на байдарках і каноя ў житкавіцькай дзіцячі юнацкай спартівній школі адкрылі літаць і навыц набралі на яго каля пятидесяці чалавек. Правда, заняткі мілі більш терытичну накіраваність. А мальгоц патрэбіўся для таго, каб сабраць каля 60 тисяч рублів і пабудаваць базу. Дапамагалі ўсе – правсаюзній організацій, знакаміті землякі, які праймалі ўдзіл ў меропраємства Года Малой Радзімы, мяццовы і жахары. Для реалізація запланованага прайвалі нікалькі субботнікав. В ядзініні профсаюзів перечіслили дзінгі, прайвзіні субботнікі. Люді, вот ў нас случай є, сьогодні он парінь був награждён, а рібінок займаецца гребляю ў нас, значит, его отец отработал, ну, я думаю, што дній двадцать на безвозмездно на строительство нашей базы. У Рашісты прийом ветерану концерты аматорських коллектывов, выставы, показальні выступлінні, тематычні пляцокі і алеї здаруя. Святочна программа ў житкавічах працягвайця увесь дзінь. Подставы прайвісти свято ў добрым настрое ёсць. У районі реалізуюця шерох проєктів, што дозволяє пополніць бюджет і створыць новы апраціонные місцы. На Туровськім малушнім комбінаці увелі ўксплуатацію новую лінію. У адповідності з даручанням президента ў саміх житкавічах адкрылі вытворчыць парамонці руховіков. А прайжатаго, пачас работы Гомельськага еканамічнага форуму, житкавчані падпісалі догавор з австрыйскай кампаній абсумеснай распрацовцы залежаў белой глины. Полезна іскапайма, ано сігодня пазваляєт нам абеспечить Республіки Беларусь сырьём для бумажной отрасі, прайзвоцца белой глины. У Рашиста і шэсті пагалуны вуліцы житкавішыл сваясаблівы агляд досягнення ў района. Разам с праставніками арганізацій і органів улады ў делу свяці праймаюць і ганаровы і гості. Намяснік старшыній федеральный націянально-культурный аутаномі беларусов ў Расіі Аксана Солапова ў житкавічах не ў першыню. Каже, што заусю датікавіцца з правами своёй малородимы і мкнеться за ховоті і традиції у Російськой Федерации. Всего в Російськой Федерации почти 100 подобних организаций і автономі, і других об'єднений беларусів. Це дуже мощна, дуже іниціативна структура, котря займається в рамках своєю ставною деятельністью зіхраненням і розвитіем беларусської культури, національній культури, беларуского язіка, беларусських традицій, популяризацією беларусських традицій, ну і в рамках своєю чіне активні об'єднані деятельністі эта організація взаємодействується іспобліка Беларусь. Всю літнє святкавання Дня Незалежності жахарам житкавішаў заполніться адкрытцем някалькіх спортивних аб'єктаў і алеї славы воїнам-інтернаціоналістам. Заршас війны у Афганистані зайнули 14 жахароў района. Нарадзімі аб' їх пам'ятаюць. У саміх житкавішах някалькі годыў тому пабудавалі капліцу ў пам'ять аб' підвігу землякол. Сёння калейе адкрылі аллею с фотосдымками за Янушах. Організація такая я вообще возглавляю ё с 87-го года бессменно і за эти годы сделано, конечно, большое мы и открыты, видите, в центре города и пам'ятник и меморіальні доски открыты всем, где, возможно, было, если было, возможно, на улице, где жили, на той улице, на доме, где жили, попеременовували улицы тоже, где было, возможно, старые переименовували, где такой возможности не было, новые улицы в городе открыли. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенка, телерадио-кампания «Гомель» с Житковичаў. І ў працях темы святочных подарункаў регіону. Напереда дні дня незалежності ў молодым 104-м мікрорайоні Гомеля открылі дзятячы яслі сад номер 50. Садок нетыповой конструкції адказываў усім сучасным патрабаванням. Вялікая увага нададзі на комфорту і бяспеці. На открытці кераўніцтву установы ўручылі сертифікаты для набыття гульнявога іспартывнога інвентара, музычных інструментаў. Наведваць яслі сад номер 50 змогуть адначасова 190 дзятей. Тым часам Петрыков отрымаў ў подарунок да дня незалежності масштабна абновленую аутостанцію. Реконструкцію заўласны кошт выканаў яе уладальнік адкрытая акціонерная товарыства Гомель Абл Аутотранс. Агульная сума укладзіных сродкаў 390 тыс. рублёў. Справіліся за 4 месяцы, уключаючы аздабління будынка керамохранітам, установку декоративныя гароджы і новага навеса на пероне. Абсталявана сучасная зала чаканні з мультимедийным экранам і вайфай, системой гучной сувязі, макчымастю зарадки мабільных телефонов і ноутбуков. Целкам абновлена і прилеглая територія. Урачыстый мітинг у Гонор 75-й годовіны вызваленні Республіки Беларуся немецко-фашистскіх захопнікаў і галовнага державнага свята краіны Дня Незалежності прайшов у аграгородку Пакалюбічы. Угады войны вёска была спаліна, а територію вызвалялі с тяжкими боями. Сучасны выгляд і увогулі існавання Пакалюбічаў вынік героішнага і працовнага подвігу нашых дзядоў і прадзідаў. У самам серце аграгородка Пакалюбічы памятная композиція з некалькіх скульптур, гранітны постаменты, мармуровые пліты з сотнямі прозвіщаў. Гэта братская магілаў якоў астанкі каля 680 солдат, абаронцав і вызваліцелів вёскі і горыда Гоміле. Яшчэ 300 імёнаў, жахароў Пакалюбічыў, які не вернуліся з фронту. У самам пачатку Велікая Ачыны Вайны, каля гэтай вёскі проходзіла лінія абароны Гоміля. Некалькі разов населіны пункт пераходзіў з рук ў руки. У Кастрышніку 41-го немецкі акупанты яго спаліли. Вязлі тыснае боі тут адбываліся і пра вызваліні тарыторы ў 43-м. Многі не убачылі перамогу советскага народа. Паміць, Павага і Пашана ўсім вызваліцелям. Беларусь незалежнае, дзякуючы їх подвігу і самоотданості. Все вы являетесь наследниками тех людей, которые взаимували пабеду, которые строили республіку. І вам в дальнішем жылаю, штоб вы укрепляли республіку, работали на благо народа беларуского. Здоров'я, счастья, благополуч'я. Угады оккупации подчас фашистських карнах операций у Гомельськім районі спаліно 59 вісок. Шість з їх так і не були одновлены з руїн і попілу. Покутливой смертью загинули 439 мерних жихароў. 2000 чоловік були сагнаны у рабства. І твой народ, а я його частичка, всегда с открытой доброю душой не разжигался злобой, словно спічка, соседствуя с народністю другой. У память об усіхах вярах вайны, хвилина маучання, толькі гуки метронома пронізуюць до глыбіні душі. На суперок задумок ворога життю нашага народа протягнулася. Захаваць дабытую незалежнаць – наш обовязак. Як і захаваць память об тих, хто даў нам великое право житть на свабодной землі. Незалежнаць – це прежде всего память. Память тем людям, которые обеспечили своим трудом, своим подвигом, мирную жизнь, возможность каждому реализовать все свои самые наилучшие, добрые, амбициозные проекты. Незалежнаць – це желание жить, любить, дерзать і действовать. Ва благо народа, ва благо территорій, ва благо Республіки Беларусь. Евгений Кухаронек, Василя Сипцов, Телерадо и компания «Гомель». Гоноровым гостем сёняшняга свята у «Гомелі» стал российский выканаутца Валерий Сюткин. Материал з ягу концерту глядзіце ў наступным выпуску у 20 годин. На гэтаму мене пакулюсь ё, дякуюсь за увагу і да новых сустрэч у эфірі.